Четыре выпадки отрушивания грибами, один из их смяротный, зафиксованный в Могилевской области с начала сезона. Областным центром гигиены, эпидемиологии и громадского здоровья означают, отрутиться можно не только неядомыми грибами. Лесные дары могут быть химично, а те бактериологично забрудженные. И такие они редко продают уздовж автомагистралей. Не зауседы проходят санитарный контроль и продукция на стихийных рынках. У Могилеве по улице Тимиразевской, каля центрального рынку, не пройсти. Одны продают уласную городину, другие – лесные дары. Вось тут санитарная доведка только на Чарнику. А на землянику? Ну, на землянику нету, она рядом с Чарникой, это какая разница. А чего вы на рынок не идете, почему вы здесь стоите? А где же дорога? Здесь же нам не дают места. Нет места на рынке, да? Конечно. Женщины кажут, что приехали с Кличева, а гандлевать на рынок их не пустили. Контролеры рынка парируют, мест сахапая. Не пускают на рынок только тех людей, у которых нет документов соответствующих. Все остальные люди, которые пришли с документами, ни разу еще с рынка не были выгнаны. Вот сейчас вы видите наличие свободных мест. Порядка вот таких по два ведра, у кого сельхозпроизводители, могут спокойно стать порядка 30-40 человек. Есть 6 представных столов, которые мы можем поставить дополнительно. Да и радиологичная проверка продукции бесплатная. У нас ни одного человека нету. Вы видите очередь? Женщина, якая гандлюя грыбами, невядома, где собранными, призналася, ее изручней продавать минавитость земли. Скажу честно, торговали на рынку, так? Мы беспокосовно. Покупают именно здесь. Ягоды, грыбы лежать побачь со старым обудком. Небеспечна, по словах медиков, набывать вот так земли и молочные продукты. Правда, не у всех это разумеют. Ну чего же лягушку положить в молоко, оно не испортится. По медицинским качествам оно не уступит ничему. Я не боюсь, у меня бабушка сама так же торгует грибами, каждый год сама собирает их и продает. Та продукция, которая продается здесь, она, как правило, никакого контроля лабораторного не проходит. Где она собиралась, кем она собиралась, в каких условиях, как долго хранилась, тоже установить невозможно. Сопроводительная документация на нее отсутствует. И поэтому, конечно, потенциальный риск того, что данная продукция будет иметь повышенный радиационный фон, она присутствует. Медики попередживают, уживание химичных и бактериологических продуктов может выкликать в острое отручевание. Татьяна Сергеевич, Александр Тарасов, Новины региона.